Доброе утро! И не жалко ни своего голоса, ни здоровья наших, я имею в виду уже как болельщиков, с хорошим чувством мы возвращаемся в этот раз с Олимпийских игр. Значительно грустнее у нас было настроение, когда мы возвращались 4 года назад из Америки. Сейчас прекрасно, несмотря на то, что когда мы уезжали, были такие прогнозы, знаете, некоторых пессимистов, что вот... Не знаю, я слышал оптимистичные прогнозы. Вы знаете, это руководство преподносило все так, но ведь мы тоже в разговоре говорим, да кто, да что выиграть. И вы представляете, сколько у нас побед, это просто замечательно. Как вы думаете, с чем это связано? Собрались, подготовились или родились те люди, которые могут завоевать зубы и зубы? Здесь еще рановато говорить. Собрались и подготовились. Вот я бы так сказал, на этих соревнованиях железные бойцы выигрывают. Люди, у которых большой профессиональный опыт, хорошее профессиональное, высочайшее профессиональное мастерство. И люди, которые поняли, что они не брошены, они вот есть, вот есть наша родина, которую нужно защищать в спортивной борьбе. Потому что как-то вот в те годы было немножко такое наплевательское отношение к спортсменам. Только вот на Олимпиаду выехали, о них вспомнили, они не могли выехать часто на сбор. Бытовые вопросы очень многих. От кого ты зависела? Почему такой провал был? Ну, знаете, провал это не только был у нас в спорте. Мы живем в нашей стране, провал был во всем. И мы такие же дети нашей страны. Но если где-то провал, например, в пошиве каких-то наших костюмов, платьев каких-то, это не видно, в каком я платье хожу, в красивом, модном или нет. Но когда ты проигрываешь, выступаешь на Олимпийских играх и проигрываешь, это видит весь мир. Поэтому Олимпиада так и высвечивает, высветила наши проигрыши. Ну, никто не верил победу Светланы Журовой, только вы в нее верили, насколько я знаю. Как это было? Я думаю, вы не правы. Почему? Почему? Потому что в победу Светланы, после ее победы на первенстве мира, многие поверили. И не просто поверили, потому что вот она заняла первое место. Это вот, знаете, вот вышел человек, вот так же, как Чик, американец, выиграл 500. И видно было по всему, что это вышел человек побеждать. Настрой, взгляд, вот все поведение, вот говорил о том, что, ну, сейчас она врежет всем. Конечно, мы все очень болели, чтобы... Я употребляю это слово, потому что оно такое распространенное. Мы все болели за Светлану, желали ей победы. И знаете, как принято, сразу... Вот мы приходили на соревнования, вот садилась где-то я и Людмила Титова рядом. И около нас, неважно, где у них были места, мы компоновались все в одну кучку, выбрасывали наши флаги и мой голос, который сегодня у меня басом так звучит, и кричали во всю мощь. И каждый друг друг говорит, ну, какого пальца в кулак? И все, что... Ну, и Свету хотели исключить из сборной. И я знаю, что вы сами хотели к Вячеславу Фетисову просить за нее. Вы знаете, у нас, вот вы говорите, кто был виноват в проигрыше. Да. Вот такие мелкие недоработки, они вот и приводят к тому, что мы начинаем проигрывать. Вот Света не сломалась. Вот она, знаете, вот можно было после рождения, когда она была снята с большой зарплатой. Ну, что значит большая зарплата для спортсмена, там, 15 тысяч? Это совсем небольшая зарплата. Это для обыкновенного человека и то не так много. И вдруг я вот ее встречаю на Переиссе Мира в прошлый год, который проходил здесь, в Москве. И Светлана мне говорит, я говорю, как ты готовишься? Она, тяжело, Лидия Павловна, у меня зарплата 3 тысячи. А вот, как я читаю сейчас в газете, ее интервью, 2,5. Ну, как можно вообще? Вообще-то на такую зарплату невозможно жить. Ну, вот стояли. А уж спортсменки, я не отстаивала. Это больше печатается, что я обстаивала. Просто в это время, с открытия Переисса Мира, поднимался наш министр, наш руководитель спорта. Я попросила Фетисова сесть со мной рядом и рассказала эту проблему. Он моментально нажал на кнопочки, кому-то там поддал, и Светлана стала получать большую зарплату. Это не моя заслуга. Это просто какая-то недоработка где-то. Но Светлана готовится, я очень рада. Но кому как не вам знать, что вернуться в конькобежный спорт после рождения ребенка очень сложно. Как Светлана решилась на это? Да молодец, что она решилась. Потом, вы знаете, вот как-то у нас даже немножко схожа судьба. Я хотела закончить выступать после рождения сына. А вот потом меня пригласили к руководителям, и тогда погибла Инга Артамонова. Валя Стенина тоже уже была в возрасте. Мне еще, в принципе, было только 25 лет, 26-й. И можно было и вернуться, действительно. Сейчас некоторые только начинают в это время выигрывать. Со мной была проведена беседа, давай, возвращайся. Я вернулась в спорт. Но все-таки, знаете, любовь к малышке, она не давала мне тренироваться так, как это положено. И однажды, даже в 69-м году, выиграв первенство страны на тысячу метров, нужно было готовиться к первенству мира. А я сижу в раздевалке, мне не хочется выходить. А вот Светлана в этом отношении оказалась сильнее меня. Вернулась, переломила все, что можно. Убрала все негативы и блестящие выступления. Спасибо, спасибо. Мы продолжим разговор с шестикратной олимпийской чемпионкой по скоростному бегу на коньках Лидии Скобликовой чуть позже. Спасибо. 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 Спасибо.